В этот раз понятные вещи будут совершенно известны из школьной программы, а именно тема под названием «Кольцо многочленов». Ну, просто в школе не произносили слово «Кольцо». Вот, а именно, вот, допустим, у нас какое-то есть кольцо R, и, к примеру, захотели мы решить какое-то уравнение. Вот, допустим, у нас R кольцо, вот, и, допустим, мы захотели решить какое-то уравнение над R, вот, и для того, чтобы решить уравнение, нам, естественно, нужно неизвестное. Вот, что мы делаем? Мы добавляем какую-то буковку X. Вот, и хотим найти какое-то кольцо поменьше, которое бы содержало R и X. То есть все элементы из R и вот новую добавленную буковку. Естественно, мы хотим, чтобы это было кольцо, поэтому, например, нам надо уметь умножать X на саму себя, да, получится X в квадрате, да. Вот, ну и, естественно, продолжая эту процедуру, нам придется ввести X в N и все степени X. Значит, N, ну, N хотя бы единицы на двойные числа. Вот, если само кольцо содержит единицу, то мы по определению считаем, что X в нулевой – это единица, это удобно. Если, конечно, R есть единица. Вот, ну, естественно, в кольцо надо уметь еще умножать на элементы самого кольца, да, то есть мы должны составлять какие-то вот такие вот выражения AX в этой, вот, и уметь их складывать, да, то есть в итоге что такое многочлен? Многочлен – это комбинация вида… Ну, вот какая-то сумма. Я ее напишу сначала бесконечной, значит, и от нуля до бесконечности A и T X в степени I. Вот, теперь объясню, что имеется в виду. Так, мы считаем, что почти все A и T равны нулю. На мотанализе уже было выражение «почти все»? Ну, почти все – это все, кроме конечного числа. Вот, значит, причем, причем все A и T, все A и T, ну, или можно еще так сказать, все A и T с достаточно большим I равны нулю. А с другой стороны на X и T мы можем умножить или нет? Можем, да, но мы считаем, что X коммутирует с A, да. Мы считаем, что A, X – это то же самое, что X, A. Даже несмотря на то, что само кольцо исходное могло быть некоммутативное, мы считаем, что буковка X с элементами из нашего кольца коммутирует, то, что называется. Так, а когда A, B равно B, говорят, что A и B коммутируют. Если A, B равно B, A, говорят, что A и B коммутируют. Вот, поэтому мы предполагаем, что X и степень X коммутируют со всеми элементами из нашего исходного кольца. Вот, дальше. Надо еще особо объяснить, тут есть член X в нулевой, да. Кольцо наше может не содержать единицы, но по определению считается, что A0 на X нулевой равно A0. Это просто считается по определению. Вот, ну хорошо, теперь надо, мы теперь можем ввести множество всех многочленов. Сейчас, многочлены – это просто вот такая формальная комбинация, в которой почти все слагаемые равны нулю. То есть, начиная с какого-то места, они все нулевые. Я не понимаю, почему A0 на X, а если у нас некому противоположен? Значит, мы по определению так полагаем, когда мы присоединяем переменную X, мы считаем, что она коммутирует со всем, что было… Ну, потому что и можно рассматривать кольца там многочленов с некому противоположенными переменами, но это уже отдельная наука, и там будет очень сложно, потому что тогда вам придется писать что-то типа A, X, B, X, там, C, X, квадрат и так далее. Вы не сможете собрать члены. Вот, поэтому это… Ну, иногда такое надо рассматривать, но вообще это довольно экзотическая вещь. У нас получается кольцо с единицей, да, получается? Это кольцо нет, не обязательно, потому что даже у нас, если есть только… нет свободного члена совсем, то все равно у нас выражение должно быть типа A0, X в нулевой, а A0 из нашего R. Нет, X нулевой, как X нулевой, это единица, получается? Да, но у нас нет просто X нулевого, у нас есть только A0 на X нулевую, вот поэтому определение. Значит, многочлен – это вот такая комбинация. А X нулевой вообще… Да, X нулевой может, само X нулевой может не лежать, но его любое кратное лежит. Вот, ну вообще кольца без единицы – это такая экзотика, это я на всякий случай про них рассказываю. Вот, обычно, конечно, во всех нормальных кольцах единицы есть. Вот, ну хорошо. Вот, то есть мы ввели теперь множество многочленов. Теперь мы обозначение введем R в квадратных скобочках от X. Значит, по традиции обычно используются заглавные буквы для… Это X большое. Для вот таких вот переменных. Вот, это множество просто… Множество всех выражений такого вида. Значит, еще раз. Вот такая бесконечная сумма, которая на самом деле конечная, то есть все… А вот такое выражение было… Ну, хорошо, давайте я просто напишу. С больше там какого-то N большого. N большой, вообще говоря, зависит от нашего многочлена. А из I больше N большого равны нулю. Вот. Да. И теперь мы хотим сказать, что это кольцо. На это множество можно ввести структуру кольца. Можно ввести структуру кольца. Так, ну давайте это сделаем. Ну, со сложением, как всегда, ничего более умного, чем покомпонентное сложение придумать сложно. Если у нас есть два таких выражения, и мы их хотим сложить, естественно, мы просто складываем коэффициенты. Это определение сложения. Ну, естественно, строго говоря, нам надо доказать, что здесь тоже почти все равны нулю. Но это понятно, потому что здесь с какого-то места они все зануляются, и здесь с какого-то места все зануляются. Возьмем максимум, и с этого места вот здесь все будем зануляться. Но обратите внимание, что, вообще говоря, такая проверка нужна. То есть, если мы какую-то более хитрую операцию введем, то надо уже проверять, что многочлены перейдут в многочлены именно. Вот, ну хорошо, это мы определили сложение, но, естественно, всякое там вычитание и так далее, оно покомпонентное. Если мы хотим противоположный элемент найти, то просто покомпонентное опять же действуем. Вот, ноль по определению – это просто сумма со всеми нулями. Вот, ну и если в исходном кольце была единица, то, конечно, единица будет и в нашем новом кольце. Это по определению будет просто, ну, давайте так напишу, Томин сумма приятную нуля до бесконечности аи-три икси-три с аи-три равным единица, если и равно нулю и нуль и иначе. То есть, вот только одно слагаемое не нулевое, а остальное нулевое. Вот, ну, умножение ввести надо. Доумножение – это, конечно, немножко более хитрая вещь. Естественно, умножение многочленов, как вы знаете, оно не покомпонентное, оно более хитрое. Но давайте поймем, что мы от него хотим. Как обычно скобки раскрывают тут. Давайте я тут… В общей сумме для сложения получается, что аиды – это что вообще там? g меняется, а и не меняется. Еще раз, где? Вот здесь вот? Здесь я просто одну и ту же букву для индекса суммирования. Тут по i, тут по i, тут по i. Но тут нет нужды, потому что ее как-то обозначить по-другому. А вот здесь лучше обозначить. Вот, ну как? Хочется скобочки раскрыть, правильно? Как скобочки раскрываются? Что? Каждый на каждой. Ну, каждый на каждой, да, конечно. И заметим, что когда мы протаскиваем b, мы считаем, что b скоммутируется x, поэтому мы просто протаскиваем b через x или через степень x, а мы их переставляем при этом. Ну, мы считаем, что это нормально. То есть хочется это определить так. Значит, ну вот хочется так и определить, да, сумма а, ибо j, x степени и плюс j. Так, ну, формально говоря, нам надо выражение вот такого вида, да? Поэтому давайте это вот так вот перепишем. Мы скажем, что это по определению. Это сумма по k от нуля до бесконечности. Почему k неудачный? Нет, нет. А, значит, сумма... Ну, иногда бывает, что да, какие-то конфликты. Если какие-то конфликты, вы мне лучше говорите. Значит, теперь сумма по i плюс j равно k. Естественно, у меня i и j всегда от нуля бегают. Это я не обозначаю. Хотя бы 0, j, хотя бы 0 это подразумевается. Так, ну, теперь a, i, b, j. Вот, на x степени k. То есть вот оно выражение такого вида. Мы привели все слагаемые с одинаковой степенью. То есть это вот так, это просто была эвристика, а вот это строгое определение. Вот, ну, естественно, нам что-то надо проверить. Во-первых, надо понять, что вот это такое. Эта сумма считается, естественно, сумма считается в самом кольце. Ну, и произведение. Считается в R. Вот, и для того, чтобы сумма посчиталась в R, надо убедиться, что она конечна. Потому что бесконечная сумма мы в кольце не умеем складывать. Вот, ну, понятно, что она тут будет конечна, потому что число способов разбить k натуральное в виде суммы двух натуральных конечное. Число способов способов разбить k в виде i плюс j конечное. Поэтому с этим проблемой не будет. Вот, ну, еще, что еще надо проверить? То, что вот это будет конечным. Да, то, что почти все эти выражения будут равны нулю. Ну, тут тоже понятно, что если k очень большое, допустим, вот здесь и там, и там они были ограничены n большим. Понятно, что его можно выбрать общим, да, потому что мы максимум просто возьмем. Пусть при i большим чем... Ну, или давайте аккуратно сделаем. Пусть при i большим чем n, а i-то равно 0. Вот. И при j большим чем m, bj равно 0. Вот. Ну, тогда, естественно, при k большим чем n плюс m, тогда при k большим чем n плюс m мы его разбиваем в сумму двух слагаемых. Значит, или одно слагаемое должно быть больше n, или одно слагаемое должно быть больше m. Значит, либо... Ну, вот, и разложение k равно i плюс y, либо а и т равно 0, либо в и т равно 0. Ну, либо оба сразу. Вот. И тогда произведение равно 0. Вот. То есть, каждая слагаемая в этой сумме тогда равно 0, и вся сумма равна 0. То есть, действительно, если у нас был какой-то многочлен, ну, мы даже получили оценку. Мы потом введем понятие степени, и мы даже получили оценку на то, что степень произведения не больше, чем сумма степеней. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Вот. То есть, проверили, действительно, корректность операции. Ну, что еще осталось проверить? Свойства. Да, свойства. Вот. Ну, свойства – это, конечно, довольно занудная проверка. Давайте самое сложное проверим. Проверим ассоциативность умножения. Все остальное легче проверяется. Да. Что мы сейчас проверяем? Мы проверяем, что r от x с такими операциями – это кольцо. Ну, там было много аксиум. Ну, вот. Давайте проверим одну из них. Вот. Ну, есть у нас три теперь выражения. Сумма а и на x степени и умножаем на вторую сумму. Так. b, t, t, x, y. Вот. И все вместе умножаем на третью сумму. Вот. Ну, и второе выражение. По-другому расставленные скобки. Сейчас я доску подниму. Сначала эти два перемножаем. Ну, вместо того, чтобы проверять, что одно равно другому, проще проверить, что оба они равны вот чему-то такому. Да. То есть давайте просто напишем, что и то, и другое равно следующему выражению. Сумма. Так. Ну, давайте я аккуратно напишу. По m от нуля до бесконечности. Вот. Теперь сумма по i плюс y плюс k равно m. a, i, b, y, c, k. x степени m. Тут уже скобки можно не выставлять, потому что в самом произведение ассоциативно. Вот. Ну, это надо проверить, конечно, но я проверку в качестве упражнения оставляю. Просто это оставить было в качестве упражнения довольно тяжело. Потому что там какая-то манипуляция со скобками очень занудная и очень утомительная. А если доказывать, что оба они равны вот этому выражению, то становится проще. Так. Хорошо. Проверили, якобы проверили, что это кольцо. Ну, естественно, возникает вопрос, какими свойствами оно обладает, да? Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, очевидные какие-то вещи. Скажем, ну, мы уже сказали, например, что если у r была единица, то у кольца многочленов тоже есть единица. Ну, не проверили, конечно, но проверка вот просто из определения умножения следует. Потому что когда мы такую вещь умножаем, почти все слогаемые тут будут равны нулю. Кроме вот единственного слогаемого, который даст второе выражение. Когда мы на единицу слева умножаем, например. Вот, хорошо. Ну, давайте зафиксируем. Если у r есть единица, то у r от x тоже. Дальше. Если r коммутативно, вот, то r от x тоже коммутативно. Ну, для этого надо взглянуть на определение умножения еще раз. Что? Вот, надо взглянуть на определение умножения еще раз. Значит, если мы умножаем в одном порядке, тут будет a, b, y. Если в другом, ну, тут будет b, i, a, y. Ну, понятно, что мы можем и y поменять, потому что они тут симметрично входят. Вот. И произведение коммутативно с самым кольца, поэтому здесь тоже будет коммутатив. Так, на втором этаже, верно. Ну, да, потому что я не сказал, r вкладывается в... Да, давайте это зафиксируем, да. Давайте, если уж об этом речь зашла. Есть вложение... Так, я в прошлый раз, да, действительно, мне обратили внимание. Когда я говорю про вложение колец, я подразумеваю, естественно, что это не просто инъективное отображение, а бы какое, что это инъективный гомоморфизм. То есть вложение колец — это по определению инъективный гомоморфизм колец. Вот. Ну, или мы еще можем сказать, что у него ядро нулевое. Значит, есть вложение колец r в r от x. Ну, оно вот так вот и устроено, на самом деле. Как-то так. То есть какое-то a отправляется, ну, вот просто... Ну, давайте я так халатно напишу. a на x нулевой. То есть, ну, на самом деле, подразумевается, естественно, бесконечная сумма, где все слагаемые равны нулю, кроме одного. Вот. Ну, естественно, надо проверять, во-первых, что это гомоморфизм. Что это гомоморфизм. Но это просто из определения операций следует. Вот. Ну, и что это вложение? Ну, это из определения нуля вот здесь следует. Если что-то в нуль отправилось, значит, этот член был нулевой. Вот. Ядро равно нулю. Вот. Поэтому r это под кольцо в r от и... Ну, вернее, так не так, конечно... Строго говоря, так говорить нельзя, но все так говорят. Если у нас есть естественное вложение одного множества в другое, то одно подразумевается как под множество в другом. Вот. Поэтому можно говорить, что r это под кольцо в r от x. Вот. Ну, и, естественно, под кольцо в коммутативном кольце коммутативное. Это очевидно. Поэтому, если r от x коммутативно, то r тоже было коммутативно. Никуда не денешься. Ну, я немножко забежал вперед, но просто раз уж вопрос задали. Так, и смысл вообще введения этой конструкции на самом деле в том, что есть еще галморфизмы в обратную сторону. Ну, вот об этом мы будем говорить. Галморфизм в обратную сторону называется подставить вместо x какой-то элемент из r. Ну, то есть их много. Сколько элементов в р от x коммутативно-морфизмах. Так, ну, об этом мы чуть попозже поговорим. Пока что мы просто само кольцо изучили. То есть пока что у нас многочлен это просто формальное выражение. Мы, например, не умеем считать значение многочлена в точке. Это мы попозже научимся. То есть, например, на матанализе вам, скорее всего, скажут, что многочлен это какая-то функция, допустим, из вещественных чисел в вещественные числа. Ну, можно так считать, но в алгебре считают, что это формальное выражение. А потом уже это формальное выражение при желании определяет функцию. Так, ну, хорошо. Вот, как насчет области целостности? Вот, если r была область, то есть без делителей нуля, да, коммутативно и без делителей нуля, то будет ли r от x областью, как вы думаете? Кто думает, что будет? Кто думает, что не будет? Ну, вот, да. Остальные не пришли на выбор, да? Вот. Ну, хорошо. Будет действительно, да. Ответ да. Давайте это докажем. Ну, громко назовем это самым теорем. Давайте утверждение дать. На теорем он не тянет все-таки. Утверждение. Если r область, то r от x область. Ну, даже так, если r не имеет делителей нуля, то r от x тоже не имеет. Тоже не имеет делителей нуля. То есть не обязательно коммутативное. Так, ну, и как вы думаете, как это доказать? Кто думает, что будет? Да, посмотреть на старший член, правильно. Ну, давайте введем тогда уж определение. Вот. Ну, хорошо, да. Вот сначала, да, сначала технические определения. Вот есть у нас вот такое выражение. Вот мы знаем, что почти все слагаемые равны нулю. Ну, вот давайте посмотрим самое старшее слагаемое. То есть смотрим на наибольшее, наибольшее n большое такое, что a n еще не равно нулю. Вот. Ну, у нас конечное множество, поэтому в конечном том множестве можно всегда наибольший элемент выбрать, правда? Вот. Ну, хорошо. Вот это n большое называется в таком случае степенью. Значит, это обозначается d, а, так, я не ввел. Допустим, f у меня это будет. Ну, иногда пишут f от x. Давайте по традиции писать f от x, хотя x это x в круглых скобочках на самом деле ничего не означает. Оно начнет что-то означать, когда мы захотим вместо x что-то подставить. А пока оно просто так. А вот. Ну, вот, n называется степенью xi, обозначается вот так. Значит, это степень f. Вот, ну, еще иногда вводят понятие. Давайте введем понятие. По-русски, видимо, называется старший член, да? По-английски leading term, да? Значит, старший член, старший член, это будет, соответственно, a, n, n, x в n, и где n это степень. Вот, ну и старший коэффициент. Да, вообще аитры называются коэффициенты. Все аитры называются коэффициенты многочленов, но это вы по школе, конечно, знаете. Вот, а старший коэффициент, это вот коэффициент при степени. Это просто вот самая n. Подождите, старший коэффициент наибольший коэффициент или при степени? При степени, при степени, при степени. Не, но наибольшего, вообще говоря, мы не умеем. Если у нас произвольное кольцо, мы вообще не умеем сравнивать его элементы. Вот, поэтому старший коэффициент, это коэффициент при степени, то есть при наибольшем n, таком, что n не равно нулю. То есть по определению старший коэффициент не равен нулю. Так, ну и да, мне никто не обратил внимания, наверное, кто-то заметил, но, видимо, постеснялся сказать, что вообще-то степень не вполне корректно определена. Почему не вполне корректно определена? Да, потому что у конечного множества, конечно, бывает наибольший элемент, за одним исключением, у пустого множества не бывает наибольшего элемента, да? Вот, поэтому, значит, у нулевого многочлена все эти понятия не определены. Ну, то есть можно как-то их искусственно доопределять. Там иногда, например, говорят, что степень равна минусу бесконечности или еще что-то. Но все равно, так сказать, эти случаи всех сбирать отдельно надо. Поэтому у нулевого многочлена, такси равного нулю, все эти понятия не определены. Ну, не определены все. То есть, например, на 0 делить нельзя. Вот и степень тоже у нуля обратить нельзя. Вот. Ну, хорошо. Зачем мы об этом стали говорить? А, ну давайте сначала поизучаем теперь такое сначала вспомогательное утверждение, из которого будет следовать наше утверждение. Вот. Что можно сказать про степень произведения, если у нас есть два многочлена F и G? Вот. Ну давайте сначала про степень суммы. Про степень суммы что мы можем заведомо сказать? Не больше, чем каждый из этих. Тьфу, не больше, чем максимум из этих, да. Степень суммы не больше, чем максимум из степени F и степени G. Ну, естественно, при условии, что вот эта сумма вообще не равна нулю. Иначе степень не определена. Если F от X плюс G от X не равен нулю. Ну, это более-менее очевидно, мне кажется, из определения, да. И более того, мы этим пользовались, когда доказывали, что вообще сумма корректно определена, что там только конечное число слагаемых ненулевых. Подождите, а если у нас, например, X квадрат плюс минус X квадрат, и так далее? Нет, я же написал не больше. Тут только в одну сторону. В том-то и дело, да. Обратите внимание, что может быть именно строгое неравенство. Может быть меньше. Потому что старшие, действительно, как замечено было, старшие члены могут сократиться. Если сокращаются старшие члены. Ну, F от X по отдельности, конечно, тоже не равны нулю. Иначе тоже непонятно, что это такое написано. А вот, хорошо. Так, теперь, что можно сказать про степень произведения? Я сказала, что у нас без делителя нуля, это произведение степени нуля. Сумма степенений, собственно, среда. Да, в смысле, да. Вот, да, да. А вообще, не больше. Да, то есть всегда можно написать в одну сторону. Это не больше, чем сумма степеней. Но, опять же, при всех вот этих вот оговорках, когда там что-то не то. Да? Это всегда можно написать. Это мы тоже использовали. Это вот доказывает, что произведение многочленов тоже там конечная сумма. Помните, я там брал N большое, M большое. Вот, ну и, соответственно, действовал. Вот так вот. Вот. Вот, а если, если нет делителей нуля, если у R нет делителей нуля, то понятно, что старшие члены, они перемножатся, и они по отдельности были не равны нулю, значит, что их произведение этих коэффициентов не равно нулю. Если у R нет делителей нуля, то тут равенство. Тут равенство. А именно степень произведения – это сумма степеней. Значит, при каком условии? При том, что просто F и R же не равны нулю. Значит, это неопределено. Но произведение автоматически будет не равно нулю. Значит, это сумма степеней, если просто каждый из них не равен нулю. Ну и, в частности, это доказывает, что произведение двух ненулевых многочленов – ненулевым многочленом. То есть, тем самым мы доказали как раз это утверждение. Это доказывает наше утверждение. Значит, мы взяли… Вопросы ли повторить после? Давайте повторим. Взяли два ненулевых F и G. Что мы хотим проверить? Мы хотим проверить, что у нас нет делителей нуля. Для этого мы смотрим на их произведение. Смотрим на старший член здесь. Ну, допустим, это был какой-то AN в X. Смотрим на старший член здесь. Допустим, это был какой-то BMT на XVMT. Тогда старший член здесь – это что такое? Ну, вот больше, чем вот этот он быть не может. А что будет при X степени N плюс M? При X степени N плюс M будет вот такое. И вот это не равно нулю, потому что у нас V нет делителей нуля. Вот. Поэтому, действительно, старший член, он не равен нулю, и поэтому произведение не равно нулю. Ну, и даже можно более того сказать, что степень произведения – это сумма степеней. Значит, это вот как раз доказывает утверждение. Доказывает, что R от X без делителей нуля, если R без делителей нуля. Ну, если R не имеет, естественно. Если R имеет делителей нуля, то, смотрите, сюда как бы очевидно, что R от X тоже будет иметь делитель нуля. так что это в обе стороны, на самом деле. Так, какие у нас еще были свойства? Так, ну, например, было свойство быть евклидовым кольцом, да? Как вы думаете, с Лерой евклидово будет R от X евклидово? Так, кто думает, что будет? Кто думает, что не будет? Ну, на этот раз справа те, кто думает, что не будет, вообще говоря, потому что… Как бы вы это доказывали? Я подолгу не понял. Ну, построить эту функцию. Да, ну, функцию, в качестве функции что вы хотите взять? Степень. Степень, да. Значит, в качестве функции хотите взять степень. Что для этого надо уметь делать с многочленами? Делить с остатком. А когда можно один многочлен, а другой поделить с остатком? Вот сейчас мы к этому перейдем. Не всегда. Надо что-то сказать про его старший член. Если, например, на многочлены со старшим членом один, всегда можно с остатком поделить. А если не один, там проблемки будут. То есть даже первый шаг не пройдет. Вот. Поэтому, да, поэтому с евклидовости не будет. Но если R, например, поле, тогда будет. Да, ну вот сейчас мы к этому и перейдем как раз. Но для этого нам надо поговорить про деление многочленов с остатком. Да, но, строго говоря, мы не доказали, конечно, что оно не евклидово в этой ситуации, да? Потому что, ну, то, что такой способ не прошел, это не означает, что никакого другого нельзя придумать. Но можно доказать, например, что у z... Да, давайте отступление небольшое. Если мы возьмем, например, z от x, да, оно даже не будет... Это не кольцо главных идеалов. Ну, тем более, не евклидово. Главных идеалов. А именно возьмите просто вот такой вот идеал, порожденный двойкой и x-сум. Идеал, порожденный двойкой и x-сум, не главный. Но это упражнение. То есть его нельзя записать в виде... То есть он не равен никакому главному идеалу, порожденному каким-то f. Это упражнение. Ну, легкое. Вот, так что тем более не евклидово. Вот, деление многочленов с остатком. Вот у нас есть какой-то f от x. Так. Ну, вот на этот раз я перестану писать эти формальные обозначения и буду писать, как все нормальные люди пишут, начиная со старшего члена. a n на x в n и там плюс... И так далее. Плюс члены старших порядков. Когда такая запись написана, подразумевается, что a n не равно нулю, как правило. Иначе это специально оговаривается. То есть вот n – это именно степень f. Вот, и далее нам другой многочлен, какой-то g от x. Там b, m, t, x в m, t и плюс и так далее. m – это степень g от x. Вот, ну и теперь такое вот хитроумное условие. Значит, мы теперь поняли, в чем проблема. Проблема в том, что проблема вот в этом старшем члене. На него как? То есть если вы начнете терять в столбик, как вас в школе учили, то первый шаг, который вам придется сделать, это надо будет поделить a n на b, правда? Ну, там будет a n поделить на b на x в степени n-7. Но для этого надо одно на другое уметь разделить. Ну вот поэтому, да. Ну и надо еще догадаться, это первый шаг, а потом будут другие же. Вот, надо догадаться, когда вообще вся эта процедура сойдется. Но вот утверждение. Так, ну, я тут буду предполагать, что r – область, хотя, на самом деле, строго говоря, это не обязательно. Просто для того, чтобы иметь возможность говорить, что что-то делится на что-то, потому что мы это определяли только для областей. Вот, r – область, но, строго говоря, это не обязательно. Но можно и без этого. Вот, утверждение. Предположим, что все коэффициенты, ну, не только старшие, но не только старшие, а вообще все. А и т, делятся на так бы, m3 в степени n-m-1. Так, ну, как это запомнить? Запомнить это так, что если у нас есть многочлены одинаковой степени, и мы их хотим просто поделить на… Да, но вот такой многочлен, то a должно делиться на b в первой степени. Вот, поэтому здесь должно быть плюс 1. Вот, предположим, что все коэффициенты делятся вот на такое. Так, обратите внимание, это индекс этой степени. Вот, хорошо. Тогда, ну, тогда можно f на g поделиться остатком в следующем смысле. Тогда существует q от x и r от x. Такое, что, ну, естественно, f от x – это g от x на q от x плюс r от x. Вот. r от x или равен нулю, вот, или степень r от x меньше, чем степень делителя. Ну, для степени делителя у нас даже обозначение есть от m. А вот сейчас увидим. Потому что на первом шагу это все, процедура, это не закончится. И чтобы на следующем шагу… То есть, понятно, мы хотим провернуть индукцию, да? Но для индукции должен быть переход. Когда вы делаете переход, вы там чего-то там вычитаете, и вам нужно гарантировать, что то, что вы напишете, у него тоже старший коэффициент будет делиться на вот эту штуку. Единственный способ это сделать, ну, не заморачиваясь особо, это потребует, чтобы все коэффициенты делились. Можно же последние несколько убрать. Не, ну, понятно, тут не написано тогда и только тогда. Это критерии в одну сторону. То есть, нет, естественно, там можно его как-то пытаться ослабить. Вот. Но в таком виде, значит, почему… Ну, давайте, если уж об этом заговорили, почему в таком виде обычно достаточно. Потому что на практике обычно не заморачиваются и просто берут старший коэффициент, умножают исходный многочлен просто вот на это выражение, и тогда уже делятся остатки. Если мы хотим поделиться с остатком, не используя дроби. А это часто бывает надо, потому что дроби это вообще там вот… Даже с точки зрения компьютера дроби это не самая удобная штука. А целое число это удобная штука. Вот. Ну, хорошо. Это то, что я сейчас говорю, это называется, кстати говоря, модифицированный алгоритм и… Ну, да, называется модифицированный алгоритм и… На самом деле, это модифицированное деление с остатками. Модифицированное деление с остатками называется. Модифицированное именно потому, что я вот на это вот умножаю. Вот, ну хорошо, тогда существует q от x и r от x вот с этим свойством. То есть остаток, он или равен нулю, или его степень меньше, чем степень делителя. Вот, ну доказательства. Ну все уже, наверное, догадались, как это делать. Делаем мы это индукция по n. Если m фиксированная, делаем индукция по n. Вот, но если n меньше, чем m, то и говорить не о чем. Если n меньше, чем m, просто берем в качестве r от x, а мой f от x. Это к вопросу о том, да, действительно, что какие-то там младшие члены, наверное, не надо требовать. Про самые младшие члены, в принципе, этого требовать не надо. Это к вопросу о замечании, действительно. Если n меньше, чем m, то просто r от x по определению полагаем равным f от x. И делать нечь. То есть база у нас есть даже с запасом. Вот, ну теперь переход нужен какой-то, да. Ну при переходе мы, конечно, уже будем считать, что n хотя бы m. Значит, пусть n хотя бы m, и мы хотим сделать переход. У нас будет нисходящая индукция, то есть я утверждение для n выведу из утверждения для всех меньших. Из утверждения для всех меньших. Ну давайте первый шаг алгоритм, фу, первый шаг деления с остатком. Так, ну вот, а n делится на что-то там делится, да. А n мы запишем это как b. Чего там b, m, t в степени n минус m плюс 1 умножить на какое-то c, допустим. Разделится, значит, можно поделить. Вот, теперь давайте посмотрим на многочлен f от x. f от x минус c умноженное на... Значит, на что? Я хочу поделить. Значит, я c умножаю на... На степень b надо умножить. Да, на степень x надо умножить и на... Да, на степень x и на степень b. c на b в степени... Значит, n минус m, наверное, да. И на g, собственно, да. Вот. Еще на x надо. Да, на x еще. В степени тоже n степени n минус m, да. Да. На x степени n минус m нажат xd. Теперь правильно. Так, это вот то, что я здесь нарисовал. Это старший член... Ну так, это неформальное пояснение. Для того, чтобы никто-то не думал, что это какой-то хитрый фокус. Это просто вот старший член неполного честного. Что? Нет, ничего. Неполного честного. Если опечатка какая-нибудь лучше сразу сообщите, да, пока. Нет, но если мы просто предполагаем, что r-то умножить, то это все нормально. Просто иначе там... Ну, получается, что именно это вот с одной стороны умножение, а вот здесь мы записали как-то с другой стороны. А, ну да, я тут что-то переставил. Не, ну тут... Ну, если да, если оно коммутативное, то, конечно, да, надо еще смотреть, где вот тут вот мы умножаем, да, с какой стороны там, с какой стороны оно должно делиться. Ну, то есть, в принципе, как бы можно, да, но надо аккуратно. Ну, если область, то, в общем, нет проблем. Вот. Если не область, то тут действовать надо аккуратнее, конечно. Вот, ну да, давайте посмотрим теперь, давайте посмотрим просто, что мы можем сказать про старший член этого многочлена. Ну, сначала оценка на степень. Вот у этого... У f мы знаем, какая степень. У f степень n. Значит, что всего вот этого выражения какая степень? Значит, вот это... Да, тоже n. Потому что мы так подогнали. Вот. Так что, когда мы смотрим на степень разности, то надо последить, что там происходит со старшим членом. А старший член сокращается, потому что мы так подобрали как раз. Старший член сократился. Поэтому это он многочлен. Давайте f1 обозначу. Вот. Поэтому степень f1 меньше, чем n. У него степень меньше. Вот. Теперь надо посмотреть, что же происходит... Да, мы хотим применить предположение индукции. Но чтобы применить предположение индукции, что мы должны проверить? Проверить делить. Проверить, да. Проверить, что вот эти свойства сохранились. Значит, это проверить, что все его коэффициенты должны делиться на... На что должны делиться? Значит, теперь n стало меньше. Степень n. Да, степень стала меньше. Значит, надо проверить... Значит, меньше... Ну, меньше n. Давайте я напишу не больше, чем n-1. Поэтому надо проверить, что n на единичку поменялось, что все аитое... Вернее, все его коэффициенты... Коэффициенты делятся на... Потому что n как минимум на единичку упало. Ну, это понятно, что все его коэффициенты на это делятся, потому что все, что мы вот тут добавили, оно делится. А все, что... А старые коэффициенты f тоже делились. Значит, но и коэффициенты f... Коэффициенты f от x... И коэффициенты вот этого выражения, естественно, на это делятся. c, b, m, n-m, x степень, n-m, g от x действительно делятся на вот это. Ну, значит, предположение индукции выполняется. Можно сделать заключение, что f1 мы уже можем представить в таком виде. Значит, f1 это какое-то q1 g от x плюс r от x. r от x я не поменял, наверное, потому что он будет такой же. Да, поэтому я его так и оставлю. Так, ну, теперь тогда f от x. Ну, записываем, просто добавился к неполному частному вот этот член. f от x это тогда c, b, m, t. b в степени n-m, x в степени n-m. Да, плюс вот... Плюс q1 от x. На g от x плюс r от x. Ну, r не изменился, поэтому, естественно, степень его тоже не поменялась. Все, это утверждение доказано. Вот, ну, продолжаем. Вот, ну, давайте теперь теорему сформулируем. Хотя доказательство будет в одну строчку уже из того, что было сформулировано. Вот, пусть f в поле. Тогда f от x и в кольцо. Ну, доказательство, то, что f от x область уже доказано, потому что f область. Теперь нам нужна эвклидовая норма. Ну, в качестве эвклидового нормы возьмем степень. Ну, степень, правда, принимает значение 0, поэтому если у вас натуральные числа начинаются с единицы, тогда надо степень плюс 1. Степень или степень плюс 1, если в натуральных числах нет нуля. А вот, это будет эвклидовая норма. Вот, ну, теперь если у вас есть f от x и g от x, то, обратим внимание, что старший, поскольку у нас это поле, то старший коэффициент просто всегда обратим. Старший коэффициент обратим, так как у нас поле. Ну, за исключением случаев, когда он не определен, то есть когда же от x равно нулю. Ну, на 0 в любом случае, в управлении эвклидового кольца на 0 они тоже не делят. Старший коэффициент обратим. Вот, поэтому вот то утверждение про модифицированное деление с остатком, оно всегда работает. Поэтому можно поделить с остатком. Ну, вот, f от x, это g от x. У от x плюс r от x. Где r от x равно нулю или имеют меньшую степень. Вот, ну и, значит, действительно, определение проверено. Значит, это эвклидовое кольцо. Ну, в частности, это кольцо главных идеалов. В частности, это кольцо главных идеалов, и в частности, оно факториальное. То есть выполнена основная теорема арифметики. Кстати, так, кто знает, как выглядят неприводимые многочлены вот здесь? Значит, r поля, вещественные числа поля, правда. Значит, r от x это эвклидовое кольцо, ну, в частности, факториальное. Значит, там понятия простого и неприводимого совпадают. Вот как выглядят неприводимые многочлены здесь? Линейные и второй степени. Линейные и второй степени без корней, да. Ну, это мы потом докажем, но вот просто для, так сказать, дразнилка такая, тизер, да. Значит, в r от x неприводимые примеры, да. Пример. В r от x неприводимые элементы. Ну, мы их с точностью до ассоциированности выписываем, то есть... А с точностью до ассоциированности у многочленов всегда есть хороший выбор. Просто можно брать многочлены со старшим коэффициентом 1. Ну, как в целых числах всегда можно брать положительное целое число, да, так и здесь. Вот, это такие. Это, значит, либо x, ну, я напишу минус, хотя, как бы, понятно, что можно было и плюс написать. Это или x минус c какое-то, вот, или x квадрат плюс ax плюс b, но с условием, там, что там... Так, плюс b, x плюс c обычно пишут, да, в таком случае. И давайте x минус a, чтобы уж не сбивать. x минус a и x квадрат плюс bx плюс c с b квадрат минус 4c меньше 0, да. Почему нам просто не подходят вообще, ну, какие-нибудь четные степени, если мы можем просто их поднять, у них не будет корней? У многочлен, значит, корней не будет, но они будут делиться на что-то квадратное. Это мы докажем, да, это мы докажем, это просто... Что? Потом докажем. Когда основной теоремологии мы пройдем. Так, ну, хорошо. Доказали, что это... Евклидово кольцо. Так, а хорошо, ну, значит, мы знаем, что, в общем, видите, если r даже было областью... Даже если r было евклидовым, то r от x может не быть евклидовым. Но, предположим, пусть r факториальное кольцо. Вот, как насчет факториальности r от x, как вы думаете? Так, ну, традиционный опрос. Кто думает, что факториально? Так, засомневались. Что? Какой? Z от x, да? Ну, в Z от x выполнена основная теорема арифметики. Ну, по крайней мере, надо доказать, что не выполнено, да? Простые, ну, то есть, определенная факториальность, это какое у нас было? Ростой совпадает с непривозимым, да? То есть, ну, вот. И еще там это... Ну, да, ну и цепочки, обрыв цепочек, да. И область-то. Да, ну, область-то это выполнено, да. Вот, ну, хорошо, ну, ладно, не буду, так сказать, вас смущать. Тогда и в от x тоже факториально. Вот, как раз оставшуюся часть лекции, если успеем, мы посвятим декальциям этого факта. Вот, ну, как вы знаете, там есть, да, два условия совершенно разных. Декальциям-то, конечно, тоже совершенно по-разному действуют. А именно надо проверить, что там условия обрыва, и надо проверить, что неприводимые элементы являются простыми, да? Вот, ну, давайте лему такую сформулируем, что если r... Ну, естественно, так, ну, я буду предполагать на всякий случай, что это область, так, чтобы не мучиться. Область и удовлетворяет... На самом деле не надо, но я добавлю. И удовлетворяет условию обрыва возрастающих цепей главных идеалов. Вот, EGOTX тоже удовлетворяет условия обрыва. Возрастающих цепей главных идеалов. Ну, вот, доказательства. Так, ну, для начала надо вспомнить, что это такое-то. Вот, ну, что значит, вот, EGOTX у нас какой-то. Допустим, у нас есть какая-то цепочка. Вот взяли один многочлен, F1 от X, проводили идеал. Да, взяли другой многочлен. Взяли третий многочлен. Вот бесконечная такая цепочка. Вот, ну, то есть, если вы не хотите про идеал рассуждать, это означает, что у вас есть многочлен F1 от X, на него делится, вернее, его делят какой-то F2 от X, его делят F3 от X и так далее. Ну, вот, в этой интерпретации проще всего и смотреть. Значит, что, во-первых, хочется сначала посмотреть? Какой есть вариант у многочлена очевидный, который говорит, что когда один может делиться на другой, не, не может делиться. Степень, да, естественно. Давайте посмотрим на степень. Посмотрим на степень F2. Да, я это не сформулировал, но это очевидно просто из того, что степень произведения – это сумма степеней. Вот, что если один многочлен делится на другой, то степень у него меньше. Ну, в смысле, наоборот, степень у него больше. Вот, значит, вот степень F2 – это какие-то вот степени, это все натуральные числа, но с нулем. Вот, поэтому у нас убывающая последовательность, не возрастающая, по крайней мере, последовательность. Вот, ну, значит, в какой-то момент она просто стабилизируется. У нас, еще раз, у нас невозрастающая последовательность натуральных чисел, невозрастающая последовательность натуральных чисел должна стабилизироваться. Ну, одно и то же число выдает. Ну, она может на нуле стабилизироваться, но может, случайно, не на нуле, а на оле. Стабилизироваться, то есть, поясню, то есть с какого-то момента одно и то же число. Какого-то момента одно и то же число. Ну, вообще, надо первую часть цепочки отбросить, в принципе, какая нам разница. Можно поэтому считать, что просто все степени F2 одно и то же число. Значит, отбросим начальную часть цепочки. И считаем просто, что все степени F2 равны какой-то N. Так, а если у нас есть два многочлена одной степени, какое очередное должно быть условие, что один на другой делится? Да, старшие члены должны делиться, конечно. Старший член должен делиться на старший член. Это, конечно, не достаточное условие, но как минимум оно необходимо. Так, давайте теперь вот у нас есть наши вот эти вот каждый F от X. Так, у нас какой-то буква есть. F от X, но я буду считать, что это АИТа X степени N плюс члены меньшего порядка. Вот, и давайте теперь посмотрим на вот эти вот АИТы. Да? Так тогда что мы имеем? Вот у нас есть А1. А2 должен делить А1. А3 должен делить А2 и так далее. То есть что мы заработали? Так, еще раз, мы смотрим на наши многочлены, мы считаем, что они одной и той же степени. Они друг друга делят, и поэтому старшие коэффициенты тоже друг друга делят. Вот, и что мы заработали? Мы заработали вот такую... Вопрос? Нет. Да, мы заработали последовательность элементов R уже. То есть возрастающую цепочку. Так, ну, возрастающую так пока не строго надо еще. Да, тут нюанс будет, да? Но, по крайней мере, мы заработали вот такую цепочку, да? А1 содержится в А2, содержится в А3. Это может доказывать. Что обрывается? Нет, это мы не доказывали, это мы предположили. То есть у нас предположение, что если R... Нет, нет. Если мы не доказывали, что это обрывается, потому что мы доказывали, что обрывается, если они различны все. Полностью там строго. Ну, тут у нас не строго, конечно. Не доказали у нас какой-то... Вроде как. Так, ну, хорошо. Так, ну... Надо воспользоваться, да, тем, что... Давайте вообще проанализируем. Давайте вообще проанализируем, что значит, что многочлены одинаковой степени друг на друга делятся. Да, то есть вот у нас есть какой-то F от X. Это AXV plus что-то. И G от X. Это B на XV plus что-то. Вот, если G от X делит F от X, вот, то F от X это G от X умножить на что-то, правда же? Сейчас я подниму доску. Вот, и что мы можем про степень H сказать? Если у них степень одинаковая, LF уже... Да, степень H равна нулю. Значит, это просто константы. Ну, тут я нельзя пользуюсь тем, что я роблость, потому что я так смело действую. На самом деле можно и без этого, но тогда надо было бы чуть-чуть аккуратнее говорить. Вот, то есть H это константа. H от X это на самом деле просто какой-то вот, ну, какой-то вот С просто. Вроде С еще не занято. Вот. Ну, формально говоря, что это означает? Это С на X нулевое, да, как мы знаем. Ну, сейчас мы просто пишем С, конечно. Вот. Что это тогда означает? То есть F от X... Ну, короче, это означает, что A... Ну, получается, что если у вас там... Ну, да, во-первых, A равно B на C, конечно. Но не только это, но и вообще все там какие-то айоты, это B-йоты на C. Поэтому если... Ну, C тоже свое. Нет, C тоже самое. А почему оно всегда то же самое? Ну, потому что, ну, вот же. Ну, в смысле... Это не для того, конечно. Вот. Ну, это как раз не очень важно, но если у вас вопрос возник, да. Вот. Поэтому... Поэтому что? Да, поэтому... Если у нас будут равны... Да, поэтому если С, да, поэтому если идеалы равны, то С просто это единица, да. Если идеал, порожденный A, равен идеалу, порожденному B, да, то что это значит? Это значит, что ассоциировано с B, отсюда следует, что С ассоциировано с единицей. То С ассоциировано с единицей. Вот, обратимый элемент. И тогда означает, что... Это-то можно прочитать тогда, что наоборот, B-йоты это айоты на C в минус первой. И тогда, просто тогда... Наоборот, G от X это F от X на C в минус первой. То есть тогда и G делится на F. То есть... То есть идеал, порожденный F, равен идеалу, порожденному G. Вот. А у нас там была не строгая цепочка. В смысле, наоборот, строгая цепочка. Да, у нас все эти идеалы были различные. Вот. Но все идеалы наши, все F и T, были различные. Значит, и все айоты различные. То есть мы заработали вот такую цепочку 1, строго содержится в A2 и так далее. Вот. Но это противоречит определению, вернее, свойствам, что R удовлетворяло ссору обрыва возрастающих цепей главных идеалов. Противоречия. Так. То есть, ну, такое довольно формальное рассуждение. Надо просто догадаться сначала, посмотреть на степень, и потом уже все становится понятно. Вопрос какой-то. Так, ну хорошо, давайте теперь обратимся к другому свойству про простоту и неприводимость. Тут идея такая. Сначала давайте я идею расскажу, а потом мы будем действовать аккуратно, и чтобы действовать аккуратно, нам понадобится одно техническое утверждение под названием Лемма-Гаусс. Вот, неформально, что хочется. Вот, допустим, у нас есть какой-то P от X, неприводимый многочислен. В P от X. Давайте R отправим в область, как это называется, в поле частных. Мы же знаем, что по R R-гасорублость, то есть и поле частных. Давайте временно букву F обозначим. Вот, тогда, конечно, R от X отправится в F от X. Гоморфизм будет у нас. Ну, просто каждый член отправляется в соответствующий член. Если у нас тут сумма A от X в степени E, то он отправится в сумму A от X в степени E. Вот, таким образом, P от X можно рассмотреть, как элемент F от X. Так, ну вот я сейчас скажу рассуждение, ну, сейчас я скажу некую фразу, а вы мне скажете, где тут дырка в рассуждении, да? Значит, P от X в F от X не приводим. Дальше F от X факториально, ну, потому что это просто эвклидовая. Эвклидовая, поэтому факториально. Значит, значит, P от X простой. Так, ну да, тут вопросов о миллион, ну, не миллион, а два. Значит, вопрос номер один, почему P от X будет в F от X неприводимый, потому что пока что он неприводимый только в F от X. А вопрос номер два, почему я тут даже специально не написал простой, значит, простой в F от X и отсюда надо как-то понять, и хорошо он простой в F от X, почему он отсюда простой в F от X, да? То есть надо как-то понять, как неприводимость и простота в F от X связана с неприводимостью и простотой в F от X. Или более даже точно, значит, как делимость, как делимость в F от X, в F от X связана с делимостью в F от X. то есть взяли, допустим, два многочлена с целыми коэффициентами. Какие свойства? Эгг мы предполагаем факториальным с самого начала, да? Эггфакториальный больше нечего? Эггфакториальный. Эггфакториальный. Да, ну на самом деле, то есть на самом деле тут, сейчас, тут надо, тут скорее всего даже, скорее всего тут даже, вот конкретно для этого рассуждения, скорее всего вообще достаточно просто, ну ладно, не, ну хорошо, пусть Эггфакториальный. Потому что сложнее сформулировать, чем сказать, да, что факториально. Вот, ну хорошо, ну вот оказывается напрямую просто связано. Допустим, если два многочлена с целыми коэффициентами и один на другой делится в квадрикс, в рациональных числах, вот, то тогда он делится и в целых числах на самом деле. Вот, ну для того, чтобы это доказать, то, чтобы это доказать, нам сейчас понадобится как раз некое понятие содержания многочлена, вот, ну и, соответственно, лембогарусы. Значит, так предполагается факториально. Ну, наверное, чуть-чуть можно ослабить, то есть на самом деле в раке должно быть понятие наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного, да, вот какое-то адекватное. Но определение у нас есть всегда, но мы знаем, что он может не существовать. Вот, ну, допустим, допустим, мы предполагаем, что факториальное. Значит, я факториальное. Вот, тогда я напомню, что существует, ну, понятие-то всегда существует, но его можно посчитать всегда. Значит, тогда у любых двух элементов есть наибольший общий делитель. Любых а и б есть наибольший общий делитель. Значит, напомню, что это такое. Это должен быть какой-то такой элементик d, такой, что, во-первых, d делит и а и б, вот, и, во-вторых, если есть какой-то d' другой с таким свойством, то тогда d' должен делить d. Значит, почему всегда есть нот? Как нот, как наибольший общий делитель в факториальном кольце считать? Ну, есть основные... Разложить на простые. Да, разложить на простые, посмотреть просто на степени. Значит, действительно, давайте это сформулируем. Ну, с точностью до ассоциированности, но ассоциированность нигде тут в общем роли не играет, потому что делимы... Это вопрос про делимость, там ассоциированность никакой роли не играет. Да, то есть вот мы разложили а как там p1 в степени k1 там и так далее на pn в степени kn. Вот. b мы тоже так же разложим, ну, с точностью до ассоциированности, по крайней мере. Давайте, давайте напишу ассоциированность. Что покладнее. Допустим, l1 и так далее, pn в степени ln. Вот. Ну, естественно, мы можем считать, что множество простых чисел то же самое, потому что, ну, объединим просто два множества и поставим нули, если вдруг не входит. Вот. Это все приитые простые. Ну, неприводимые простые это одно и то же. Вот. Ну, и, да, давайте вот наш предполагаемый наиболее, ну, вообще любой делитель. Что значит, что у нас есть какой-то делитель? Вот что значит, что d' d' тоже так и списали, естественно, тоже можно. Ну, возможно, увеличив это множество. Вот. Что значит, что d' делит а? Это значит, что все m' и t' не больше, чем все k' и t' да? Любовая. Вот. Ну, соответственно, что значит, что d' делит b? Значит, не больше, чем элиты. Ну, значит, если d' и делит а и b, то отсюда следует, что m' и t' не больше, чем минимум из k' и t' и t' и t'. Вот. Ну и отсюда, очевидно, как посчитать наибольший общий делитель. Наибольший общий делитель а и b это просто p1 в степени минимум. Ну, ассоциированного срочностью ассоциированности, конечно. Минимум k1, l1 и так далее на pn в степени минимум kn, l1. Вот. И он, конечно, обладает вот этим вот нужным свойством. То есть наибольший общий делитель всегда в факториальном кольце можно посчитать. Ну, аналогичный, естественно, для нескольких элементов. Если у нас есть несколько элементов, можно определить наибольшую, ну, определить и посчитать наибольший общий делитель нескольких элементов. Почему у нас там снова d' и флома, а не просто да? Ну, вот это я, вот потому что я сразу намекаю на то, что мы вот это свойство будем проверять. Тут я сказал, что если d' делит а и b, то это значит, что все вот эти показатели не больше минимума. Ну, значит, естественно, просто взять минимум, и тогда бы это свойство будет выполнено. Ну, потому что напомню, что минимум он точно так же определяется. Что значит минимум двух чисел? Это значит, что это число меньше каждого, не больше, чем каждое из них. Если есть какое-то другое число, которое не больше, чем каждое из них, значит, оно не больше минимума. Минимум точно так же определяется. Ну, понятно, что для двух чисел это избыточно, потому что можно просто сравнить, какой из них больше, такой взять. Вернее, какой из них меньше, такой взять. Но, допустим, если у вас был бы не линейный порядок, а частичный порядок, тогда минимум надо уже вот так определять. И минимум может не совпадать ни с одним из них. То есть, например, если множество по включению, то минимум – это… Если у нас порядок – это множество по включению, то что будет минимумом двух множеств? Пересечения, конечно, которое может не совпадать ни с тем, ни с другим. Так, ну хорошо. Можно посчитать наибольший общий делитель нескольких. И вот если у нас есть многочлен F от X, но не нулевой, как всегда, сумма а это в степени X, то его с содержанием означается «конт» от F содержания. Вот. Это просто по определению наибольший общий делитель всех коэффициентов. Ну, у всех ненулевых, возможно, коэффициентов. Я про нули не хочу говорить, понятно, что для нуля всегда надо там отдельно смотреть, что там будет. Вот. Ну, хорошо. Наибольший общий делитель, он определен с точностью до ассоциированности. Но в данном случае можно… вот эту штуку можно определить именно как честный элемент, а именно следующим образом. Естественно, F от X – это содержание F умножить на какой-то нулый многочлен F1 от X. Вот. У которого что можно сказать при содержании? 1. Равно 1, да. Ну, да. 1. Ну, да. Ну, да. Окей. Надо везде говорить о соци... Хорошо, давайте я везде писать буду о соци... Вот. Ну, хорошо. Вот. И давайте теперь сформулируем утверждение под названием лема Гаусса. Вот, а именно, ну, сначала в такой форме Если содержание f1 и ассоциировано с единицей И содержание f2 Зачем я f1 и f2 пишу? Ну ладно И плохо, потому что f1 у меня здесь Давайте, если содержание f от x ассоциировано с единицей И содержание g от x ассоциировано с единицей То и содержание произведения тоже ассоциировано с единицей Иначе говоря, если у многочленной f от x Коэффициенты были взаимно простыми в совокупности Вот, и уже от x коэффициенты были взаимно простыми в совокупности То их произведения тоже, коэффициенты будут взаимно простыми в совокупности Вот, но это, опять же, утверждение из рубрики Сформулировать сложнее, чем доказать Вот, а именно Вот пусть нет, как говорят Предположим, противное Вот, предположим, что не ассоциировано с единицей И тогда найдется какой-то неприводимый элемент Ну даже простой элемент П, В, Р Пусть существует П, В, Р Такой, что, значит, неприводимый Простой, вернее Но это одно и то же, наверное, просто Вот, простой, такой, что П делит Содержание произведения Так, ну, в частности, что бы это означало? Это значит, что П делит все коэффициенты произведения Правда? А вот Давайте теперь Рассмотрим гоморфизм факторизации И Р отправляется в Р фактор по П По главному делу, по рожденному П Мы такое уже рассматривали, правда, в прошлый раз? Если П простой элемент То что можно про вот это кольцо сказать? Да, в нем нет делителей нуля Я помню, у тебя был критерий простоты Значит, здесь это Ну, то есть, поскольку все коммутативно Это просто будет область Правда же? Вот, теперь посмотрим, что происходит С многочленными снашившими Ну, то есть, формально Мы рассматриваем теперь гоморфизм Да, возможно, давайте Поскольку мы уже несколько раз этим воспользовались Давайте, может, я это формально расскажу Что если вообще, в принципе, у меня есть Гоморфизм из одного кольца в другое То получается и гоморфизм из кольца многочленов В кольцо многочленов Ну, а то именно, просто если здесь какое-то, допустим, φ, да То сумма А и тх степени и переходит в сумму φ от А и тх степени и Ну и понятно, что операции сохраняются, потому что φ сохраняет операции Вот, таким образом, вот у нас есть отображение гоморфизма Вот, и что случится с нашим произведением В этом факторе Если все коэффициенты делятся на p Значит, все аитои делятся на p, значит, φ от аитох 0 Значит, произведение просто перейдет в 0 Значит, у φ от x, γ от x Все коэффициенты делятся на p Отсюда следует просто, что φ от x, γ от x равно 0 Ну, надо уточнять в каком кольце, вот в этом Ну, это немножко халатная запись, на самом деле Надо было как-то этот гоморфизм обозначить Вот, ну, это область А что значит, что в области произведения многочленов вдруг стало равное 0 над областью? Значит, что один из них Значит Значит, допустим, один из f от x и γ от x равен 0 где? Вот здесь А в исходном кольце это что значит? Делится на p Значит, все коэффициенты Ну, допустим Допустим, f от x делится на p Ну, тогда и содержание делится на p Вот, а это противоречие, потому что содержание мы считаем обратимый элемент ассоциированно соединится, он ни на что делиться не может Так, сколько у меня времени остается? Ничего не остается Ну, хорошо, тогда вот лема Гаусса доказана А к этому вопросу о факториальности мы вернемся в следующий раз Спасибо 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 Спасибо